Христос воскрес! Православные христиане отметили великий праздник Светлой Пасхи. Надежда при Ангаре. В Центре дополнительного образования детей школьники встретились с руководством района. Чтобы помнили, в новой рубрике расскажем о наших земляках, героях Великой Отечественной войны. Здравствуйте! В эфире новости Багучанского телевидения в студии Александр Мажеванов. И теперь обо всем более подробно. Трагедия на Ангаре. Первые подвижки льда на реке привели к гибели человека. Машина провалилась под лед, спастись удалось только водителю. Подробности далее. Еще вчера на этом месте на Ангаре стоял лед, и воды даже не было видно. Но буквально за одну ночь ситуация изменилась в другую сторону. Некрепкий лед на середине Ангары разрушился, образовалась огромная полынья, и это послужило причиной трагического происшествия. Ледовые переправы во всем районе были закрыты больше недели назад. Для привлечения внимания водителей были установлены запрещающие знаки, которые видно в любое время суток. Но, к сожалению, все эти предупреждения оказались напрасными. Трагедии избежать не удалось. Житель поселка Гремучий со своей супругой решили рискнуть и переехать через Ангару на своем автомобиле в районный центр. По неизвестной причине водитель проигнорировал знаки, запрещающие движение по Ангаре, и к тому же выбрал путь, который никогда не был официальной переправой, что уже представляло опасность для автомобилистов. По опасному льду водитель смог доехать практически до середины реки, и уже только там хрупкий лед не выдержал тяжести автомобиля и образался провал. Машина начала идти ко дну, но мужчина успел выбраться наружу. Помочь своей супруге он просто не сумел. Автомобиль скрылся под водой очень быстро. Мужчина поступил в Красногорскую участковую больницу после проведения медицинских процедур, а дальнейшей госпитализации отказался. На тот момент, когда он к нам поступил в амбулаторию, это было начало, не начало, а конец, где-то около 8 утра. Но он был в критическом состоянии, у него было огромное переохлаждение, и как бы в шоковом состоянии находился. Мы его отогрели, накололи, он сердечник, мы его накололи, все привели в норму, приехали родственники, все в нормальном состоянии, он поехал домой. Поднятие из-под воды автомобиля с телом женщины в ближайшее время не состоится, так как лед сейчас может повестись в себя непредсказуемо. Поэтому поисковые работы, скорее всего, будут проводиться после прохождения ледохода. Такая обстановка на реке сложилась впервые за многие годы. Как считают специалисты, это связано с вводом в эксплуатацию Богучанской ГЭС. Мы и раньше предупреждали, что влияние ГЭС будет сказываться на нашу ледовую обстановку. Как видите, она в принципе так и получается. То есть у берегов лед стоит вроде как крепкий, а ходовую часть все промывает вот этой, будем так говорить, относительно теплой водой, которая сбрасывается нашей Богучанской ГЭС. Поэтому, видимо, вот такая ситуация у нас будет случаться уже практически каждую весну. Опасность нахождения на льду сейчас очень большая. Структура льда нарушена, поэтому существует реальная угроза для жизни даже простым пешеходам. Поэтому, можно сказать, выходя на тонкий лед, вы рискуете своей жизнью и жизнью своих близких. Александр Мажванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны». В воскресенье православные христиане по всему миру отметили свой самый главный праздник – воскресенье Христова. Божественные литургии прошли по всей стране, включая и наш богучанский храм Петра и Павла. Подробности в следующем сюжете. Торжественная обстановка в храме царит с начала вечера. Богучанские верующие пришли в храм, чтобы с молитвой встретить начало праздника Светлого Христового Воскресения. По традиции, крестный ход открывает божественную литургию. Двери храма закрыты, символизируя гробницу Христа, которая была закрыта до момента его воскрешения. И уже возле входа в храм прозвучали главные слова праздника – Христос воскрес. Христос воскресе! Бои с ним воскресе! Бои с ним воскресе! Бои с ним воскресе! С этими словами верующие вошли в храм, чтобы увидеть и услышать продолжение божественной литургии. Этот праздник по праву считается одним из самых святых в православии. Иисус Христос отдал свою жизнь за грехи всех людей на земле и своим воскрешением доказал, что жизнь властвует над смертью. Наступившая неделя называется по православной традиции светлой седмицей. Станет для православных христиан во всем мире временем празднования воскресения Христова. Все эти дни в православных храмах будут открываться открытыми царские врата. В знак того, что своей крестной смертью и воскресением Христос открыл каждому человеку возможность вечной жизни. Возможность обрести дорогу в рай. Кроме того, можно будет часто слышать радостный звон церковных колоколов. Так как по давней традиции любой желающий от ребенка до старца получит возможность зайти в колокольню и лично огласить округу колокольным звоном. Поделившись таким образом с другими пасхальной радостью. Александр Мажеванов, телекомпания «Спектр Богучаны». Меньше месяца остается до юбилея победы в Великой Отечественной войне. Мы вспоминаем тех, кто подарил нам мир, кто сражался с фашистами, не жалея жизни, отдавая дань благодарности фронтовикам и труженикам тыла. В рубрике «Чтобы помнили» воспоминания о войне и ее славных героях в наших земляках. Совсем уже скоро мы будем отмечать 70-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Большая дата. Год за годом все дальше становится от нас событие самой чудовищной и жестокой войны. Все меньше остается ветеранов, тех, кто сражался за победу, кто самоотверженно трудился в тылу. Мы всегда будем перед ними в неоплатном долгу. И долг наш – сохранить облик каждого ветерана в истории. Ведь каждое воспоминание отдельно взятого человека – бесценный пример патриотизма и любви к Родине. Виталий Александрович Абаев – ветеран Великой Отечественной войны. Ему было 17, когда отправился на фронт. Он рвался в бой. Хотя военной подготовки почти не было. После Рязанского пехотного училища, где учился месяц всего, на курсы, где готовили артиллеристов, и на фронт боевое укрещение принял на Курской дуге, где шли самые ожесточенные бои. Великая Отечественная война – это для нас стало тяжелым испытанием, для нашего народа. Но наш народ достойно встретил это испытание. Я думаю, что у нас пока нет еще стран, которые победили бы нашу страну. Я чаще еще вспоминаю битву в Курской дуге, когда пошли наступления наши. И были немцы тоже, немцы не ожидали, что наша армия пойдет на наступление раньше, чем ожидали наши, пошли на наступление. И при наступлении, на встрече тоже немцы шли на нас. Жертвы очень много было, падали везде. Но мы еще же, это продвинулось вперед, понимаешь, и победили эту Курскую битву. При наступлении наших войск, это наступление, самолетов очень много у нас уже были, уже превосходило. Китлеровский поезд, понимаешь, танки тоже, боялись меня, тигров у них упустили. Но наши танки тоже не уступали тигров, танков. Вот. И самоходные пушки, понимаешь, нет, самоходские пушки тоже в бой шли. В общем, это поле, в общем, это панари назывались там, панари там. Это усеяно было трупами и танками еще. На дыбах стояли, понимаешь, как снупы. Вот. Очень много было жертв. Не раз смерть была совсем рядом и обходила Виталия Абаева. Казалось просто чудом, что хранило его все эти годы. Я считаю, понимаешь, помогло мне, понимаешь, нет, испытание. Ну, я не знаю, в общем, это правда, не правда. Но у меня был, в общем, когда я уезжал на фронт, мама мне говорила, сынок возьмёт крест, крест подарила. И вот при бомбежке, понимаешь, это охранял, понимаешь, Курский, это Дугепа, танковый корпус, маскирован был до наступления. Вот. И вот нас это заставили охранять, это наша зенитная батарея, понимаешь, охраняла. И вот бомбы свистели кругом еще, понимаешь, нет, да. И вот исключительный бой. Не услыхали еще, ох, у нас 15 метров бомба упала, понимаешь, и не разорвалась. Он прошел всю войну, воевал на четырех фронтах, освобождал Польшу, Чехословакию, Карпаты и так далее. Имеет много наград среди них Орден Славы, медаль за отвагу, благодарственные письма от Сталина. Считает, победу завоевать помогла сплоченность. Шли на врага плечом к плечу и жили, как сёстры и братья. Ну, у нас на фронте тоже, у нас много национальной армии было, понимаешь, у нас узбеки были, понимаешь, казаки, с Алтайской края, понимаешь, были, это, с Казани, понимаешь, это, вот. Много национальности были, и у них у нас жили, как одна семья, и дружно, никто никого не бежал, понимаешь, где надо, всегда помогали. После военной жизни Виталия Александровича сложилось счастливо. Десятки лет он прошёл по жизни с любимой женой. Вырастили детей, уже есть внуки, которые гордятся своим отцом и дедом. В нашей семье праздник 9 мая – это самый святой, самый главный, можно сказать, праздник. Когда была жива мама наша, она всегда говорила, ну что мы будем готовить на 9 мая. Вот ей было тоже, это, мама была у нас струженица тыла, поэтому для них этот праздник был день, этот был очень главный и особый день. Ну и всегда мы ходили также и на митинг, и на концерты с ним ходили, всегда. Вот, и после этого мы всегда сидели дома, своей семьёй. Он нам очень много рассказывал про свой боевой путь. И была такая гордость внутренняя, что вот наш папа такой вот там воевал и был, освобождал такие-то города. Во-первых, я рада, что фронтовики дожили до такой даты. Это слава Богу, что довелось ещё людям кому-то вот дожить, потому что ведь скоро уйдут, незаметно, друг за другом уйдут, останутся одни фотографии от них. Но пока они живы, это такой трепет, это такое вот счастье, это такая гордость. А мы-то как рады, что папе Всевышний разрешил дожить, вот встретить. Мы надеемся, что скоро-то будет 70-летие, мы встретим, что вот до такой даты. И, конечно, хочется, чтобы вот для всех, это не пустые слова были, да, вот такие, а праздник самый главный для нашей страны и для каждого человека. Вот. Не было бы их, нас бы не было, да, неизвестно, как бы мы жили дальше. Вот. Прошагали всю войну. Это же просто страшно, что им довелось там дожить, какой кошмар, какой ужас был. Папа и говорит, если бы я знал, что я вернусь, я бы, говорит, вёл дневник. И каждый день записывал бы все события. Вот он нам вчера об этом говорил, очень жалею. Но я, говорит, каждый раз, как бомбёжка, я думал, что каждый день, вот наступал, я думал, что всё, я уже не доживу. Пожелания папе, во-первых, только здоровья. Только здоровья, конечно, там, как папа говорит, время придёт, нас не спросят. Когда Господь призовёт, значит, пришёл срок. Но будем надеяться, что этот срок, ну, хотя бы через несколько лет ещё будет. Вот. Поэтому только здоровья, здоровья, оптимизма папе. И чтобы всё-таки вот побольше радости было. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжается проект нашей телекомпании совместно с Управлением образования под названием «Спасибо деду за победу». Специальный проект посвящён 70-летию Великой Победы. В проекте принимают участие школьники Богучанского района. Они рассказывают о своих дедах и прадедах, которые прошли суровые годы Великой Отечественной войны. Я Антипов Максим, ученик 3-го А-класса Ангарской школы. Хочу рассказать о своём прапрадедушке. Зовут его Брюханов Григорий Семёнович. Ушёл на фронт с первых дней войны. Из его писем мы знаем, что он воевал в стрелковом полку, в роте автоматчиков. Всегда заботился о том, как трудно жить в его семье. И никогда не следовал на свою долю солдата. Он писал, что мы здесь собрались для того, чтобы защищать нашу родину и очистить её от врага. Последнее письмо он написал 17 января 1942 года. И больше нам ничего о нём не известно. Он считается без вести пропавшим. Но мы всегда будем помнить его подвиг. Сбор района и детско-юношеской организации «Надежда при Ангаре» состоялся в Центре дополнительного образования детей. Участниками мероприятия стали школьники со всего района. Ребята встретились с руководством района и задали интересующие вопросы. Подробности у Анны Смирновой. Традиционно отрекаемся на все ваши приглашения. Более того, мы немножко анициативно в этом плане. Очень любим с вами встречаться. Одним из самых интересных моментов большого мероприятия стало общение школьников с известными людьми. В этот раз сбор района и детско-юношеской организации «Надежда при Ангаре» посетили представители руководства района, сельской администрации и управления образования. Актуальные проблемы глазами старшеклассников – такова тема круглого стола. Как вы боретесь с агрессивными собаками на улице? Ребята интересовали разные вопросы. Они касались благоустройства улиц и пришкольных территорий, строительства новых объектов и многого другого. У нас в школе проблемы. Наш спортивный зал не подходит по нормам. Поэтому я решила задать, собирается ли районная администрация помочь нам в строительстве нового спортзала, который будет подходить по нормам. Сказали добиваться успеха в спорте и может быть придет наша очередь. Организация «Надежда при Ангаре» существует уже давно. Ее членами являются инициативные старшеклассники и молодежь. Объединяет их одно – ребята занимаются решением социально значимых вопросов. Когда мы планировали работу этой организации на год, старшеклассники выразили большое желание встретиться с нашей властью и задать им вопросы, пообщаться. Потому что есть у них вопросы, которые их интересуют. Потому что это очень активные, это интересные люди, которые каждый на уровне своего поселка определенную деятельность и значимость и какое-то зерно вкладывает. Для выпускников и школьников это уникальная возможность задать свои вопросы первым людям Богучанского района. На участие в сборе отправлено более 80 заявок. Активная молодежь не упустила шанс пообщаться с главой. Большинство ребят интересовала тема образования. Мой вопрос исходил от лица будущего молодого специалиста, поскольку я планирую поступать на факультет государственного и муниципального управления. Мне было интересно, где я смогу работать и смогу ли я работать потом в районе вообще. В итоге мне сказали, что меня примут с радостью здесь и что мест в принципе будет предостаточно. В мероприятии приняли участие ученики всех богучанских школ и почти всех школ поселений. Ребята получили ответы на свои вопросы. Многие проблемы и предложения взял на заметку глава района. Вопросы касаются всех спектров жизни нашего района. Это касается и совсем маленьких ребятишек и молодежи, взрослого населения. Очень важный вопрос, я считаю, это помощь старшего населения. Вопрос отношения к нашим ветеранам. Вопрос отношения к экологии. Много предложений. Я исписал целый лист. Буду тоже обдумывать, проводить совещания. Я думаю, такие встречи должны быть у нас регулярными. Александр Бахтина отметил, что многие вопросы и проекты в дальнейшем будут рассматриваться совместно с молодежью. Анна Смирнова, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр Багучаны». Сразу после программы смотрите продолжение интервью с главой Багучанского сельского совета Александром Иллингеевым. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В планах у сельской администрации благоустройство нашего парка «Победы» так называемого. Что же сделано в этом направлении? Вот опять же вернемся к тому, что сделано самое главное. Мы в собственную землю забрались, в собственное сельское совето. Забрали землю. Теперь у нас опять же, если вернуться к бюджетному законодательству, мы имеем право уже финансирования. И депутаты пошли навстречу нашим жителям. Они выделили 600 тысяч на обустройство парка. И столкнулись с тем, что безопасность. Безопасность. То есть, когда, особенно в ветреную погоду, тополя стоят, листвяк стоит, перестойный уже листвяк. То есть, от него отлетают сучки, довольно-таки большие сучки, которые могут нанести не только травму. Честно, они опасны для жизни. Поэтому мы решили что? Мы решили спилить, оставить тополя 4,5 метра для того, чтобы это было красиво в зимний период. Если даже снег выпадет, чтобы красиво смотрелись. И опять же столкнулись с мнением нашего населения о том, что что вы делаете? Деды наши садили, отцы наши садили. Большинство еще живые, те, кто садили. Как они на это будут смотреть? И мы пошли по пути, когда были у нас волонтеры подняты по отделу молодежи. И они у нас провели опрос по поводу того, что за то, чтобы спилить и оставить 4,5 метра, либо против. Но порядка 85% опрошенных, это обыкновенные наши жители, которые участвовали в этом, согласились с тем, что нужно парк привести в порядок. Понимаете, ну сегодня вот, ну не может же такого быть, да, человек заходит в парк и одевает каску, да, и идет и смотрит, упадет или не упадет, повезет или не повезет. Но не бывает такого, и в любую погоду, и в снег, и в дождь, и в ветер, да, вы заходите в парк, вы не должны даже и думать о том, что вам что-то угрожает, правильно? Вы же пришли отдохнуть в парк, а не экстрим какой-то испытать. Поэтому, ну, уважаемые жители, надо, надо брать, надо оставлять вот этот пенек 4,5 метра, нужно создавать крону, нормальную крону, красивую, да, вот, необходимо, вот мы сейчас сделаем план, был у нас проведен конкурс, вот, то есть... Не план, а проект, наверное. Проект, вернее, да, вот, проект, план и проект, план парка и проект. Вот, сегодня рассматривали уже, вот, депутаты о том, что, как вот это все сделать, да, поэтому работа ведется, работа ведется, но, вот, как-то, если быстро сделать, и получится ли это хорошо. Поэтому, там должна быть и аллея героев социалистического труда, и аллея, которая отражает воинов Великой Отечественной войны, которые участвовали, которые были призваны с территории села Богучаны. Поэтому, вот, вот, вот такой комплекс, он должен быть, и его будем делать. Ну, вот, сейчас вот установили, да, было выделено финансирование, установили лавочки, установили урны, как бы, вот, но, но это часть, небольшая часть того, что нужно, необходимо сделать. Будет ли этом, этим летом обустроен пляж на Ангаре и место для отдыха? Работы по пляжу мы начнем в конце мая, то есть, уборка территории, она, конечно, начнется, сейчас вот только снег сойдет, будут благоприятные дни, будем убирать территорию. Сама, то есть, само обустройство пляжа будет в конце мая. Но мы уже, как бы, ведем переговоры о том, чтобы пригласить водолаза, как всегда, чтобы у нас было дно очищено. У нас есть буи, которые должны ограничить зону, где плавают люди, да, то есть, вот это вот, как бы, должна быть она огорожена, то есть, человек должен чувствовать себя, опять же, повторюсь, безопасно. В этой зоне. Поэтому, вот эта работа, она будет вестись, но все будет зависеть, опять, от рекомендаций СС по открытию купального сезона. Здесь я прямо скажу, что я не уверен, что нам дадут добро, так как температура воды в Ангаре, на сегодняшний день, она прохладная. Поэтому пляж будет, а вот купаться, купаться, наверное, только моржи теперь уже у нас. Ну, к сожалению, такая ситуация сложилась сейчас. Да, да, никуда не берешься. И последний вопрос на сегодня, Александр Петрович, вот, в последнее время сельский совет стал очень часто проводить спортивные мероприятия, с чем это связано? Вообще, вы знаете, я за то, чтобы спортивная жизнь нашего села, она не просто текла, она кипела и бурлила. И вот как-то получилось так, что, так как мы являемся районным центром, мы вот какой-то акцент сделали на район, на районные соревнования. То есть, вот, а то, что у нас на территории села Богучана должны быть собственные команды, да. Депутаты поддержали идею вот о приобретении хоккейной формы, вот, и мы приобрели хоккейную форму для игры с шайбой, да. И наша команда, детская команда, то есть было приобретено 10 комплектов, и наша детская команда, она уже участвовала в турнире «Золотая шайба», да, и где, ну, довольно-таки достойно, третье место завоевала, вот, ветераны волейбола у нас ездили в поселок Кабан, где встречались с ветеранами районов наших, да, завоевали второе место, это уже села нашего, да. Сейчас у нас, ну, все знаем, что идет Спартакиада, села Богучана, довольно-таки красиво и достойно мы закончили лыжный сезон. Я считаю, что согласно нашему принятому плану, вот, по проведению спортивных мероприятий, мы стоим на правильном пути, дальше будет интересней, мы наработаем, вот, именно в проведении спортивных мероприятий села Богучана, да, наработаем свою практику, вот, и я думаю, что спортивная жизнь нашего села, она будет на достойном уровне, на достойном уровне, вот, тем более, что у нас потенциал громадный, вообще, и производственные команды откликнулись, вот, настолько, ну, довольно-таки, вот, как сказать, активно, да, вот, приняли участие, вот, первый у нас был по волейболу, да, у нас первый матч, ну, в Спартакиаде, да, по волейболу, сейчас у нас впереди теннис, поэтому, я считаю, что, что, что Богучанцы должны быть довольны тем, что администрация сельсовета делает для того, чтобы, чтобы спортивная жизнь у нас кипела. Спасибо вам, Александр Петрович, за подробное интервью, всего вам доброго, уважаемые зрители, до свидания. Памятная дата военной истории России. 13 апреля. В этот день, в 1945 году, войсками маршала Толбухина освобождена от немецко-фашистских захватчиков Вена. 50 воинских соединений и частей получили наименование Венских. Была выпущена медаль за взятие Вены. На монументе, бережно сохраняемом в столице Австрии, есть надпись. Гвардейцы, вы честно служили отчизне. От стен Сталинграда вы к Вене пришли. Магазин продукта Ермолина приглашает за покупками полуфабрикаты, консервы, кондитерская продукция собственного производства. Цены от производителя. Ждем вас в нашем магазине на базе Виктория. Открытие магазина 15 апреля. Просторный автосалон. Приятная атмосфера. Внимательные консультанты. Что еще нужно, чтобы выбрать автомобиль? Сверкая безупречным лаком кузова, новые модели марок «Лада» или «Фан» выстроились в ряд, ожидая своих владельцев. Различные виды комплектаций и расцветок позволят выбрать авто, которое будет соответствовать вашим вкусам и потребностям. В нашем автосалоне вам предоставят полную информацию о моделях, организуют тест-драйв и порекомендуют выгодные условия кредита. Автосалон «Кансклада». Доверяйте профессионалам. Только с 17 по 19 апреля в районном Доме культуры «Янтарь» состоится выставка продажи меховых изделий из города Пятигорска. Весенние скидки на изделия из норки, мутона, бобра и нутрии. Представлен огромный ассортимент дубленок, курток, пуховиков, а кроме того большой выбор штор и тюлей. Не хватает денег на покупку? Мы найдем выход. Кредит без первоначального взноса и беспроцентная рассрочка платежа. Ждем вас в районном Доме культуры «Янтарь» с 10 до 19 часов. Ювелирный магазин «Черный алмаз» радует своих покупателей постоянно действующими скидками. Молодоженам, пенсионерам и на дни рождения минус 20% с покупки. И это еще не все. Кредит, рассрочка, дисконтные карты, подарочные сертификаты различного номинала. Наши клиенты нам дороги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова